Схема Вообще напоминание, зачем мы здесь собрались? Миллиард Отлично, и это тоже Потому что на улице весна А тратить просто так здесь время 3 часа Это реально, возможно, просто будет Напрасной тратой времени, поэтому мы собрали Чтобы заработать миллиард, но и хорошо провести Время, это тоже важно Так, поэтому тема домашнего задания Была схема Мы должны были ее все сделать Еще раз спрошу, он что-то сделал Он что-то подошел, его сдал Ну да, 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 эти люди, которые не могут что сдать Я прям сейчас могу сдать Можно что-то сдать, что? Можно на проект Это все мы сделаем потом, ладно Так, так вот Значит, вчера открыл книжку Прочитать, значит Что же пишет теория нам на этот счет Это прям тяжело Реально было, я прям напрягся Минут на 30, читая про нормальные формы Про нормализацию Про, не знаю, про национальные зависимости И вот знаете, открываешь книжку Чувствуется, что наука там, да Вот прям мощь в базах данных Отношения разные люди строят там Значит, язык свой придумали Описание этих функциональных зависимостей Выводят как-то одно из другого Как-то математику на этом струке построили Прям вот чувствуется, что люди потратили некоторую жизнь Карьеру построили на этом А вот тяжело мне Вот я прям читал, думаю Блин, ну как так-то в полжизни посвятил Вообще половину не вырубаешь, что здесь написано Вот тяжело Поэтому я так не могу Там написано И я надеюсь, что вам, по крайней мере В ваших курсах по базам данных В университете Ребята, которые обладают Больше фундаментальным образованием, чем я Прям расскажут про все вот это А я не буду про это рассказывать Я, значит, расскажу своими словами Есть, значит, давайте разберемся с понятиями Какие у нас есть понятия, да И они такие, как бы Очень часто на слуху Да, вот на этой доске не буду писать Постараюсь на этой Первое, это нормализация Какие-то понятия типа Избыточность Дальше слово, которое я пишу Отношения Ну и пока, наверное, мне этого достаточно будет Для того, чтобы объяснить свою мысль Так вот Когда люди начали придумывать Как же правильно Придумывать базы данных И, наверное, чтобы можно было еще Кому-то прям вот формально объяснить Что прям моя база круче, чем твоя Они начали придумывать Некоторые правила, я бы так скажу Назвали их потом нормальной формы Их Как бы Три Потом появилось Бойса кода Потом еще две И в приложении пишут, что еще есть там какие-то Вот Я вчера напрягся, прочитал первые пять Но это прям тяжело, да И на самом деле Открытие заключается в том, что Вы можете даже прийти на какое-то собеседование И вам спросит кто-то такой вот Который преподает курс базы данных Где-то в другом месте Что такое нормальная форма бойса кода И вот так будет сидеть Смотреть на вас Типа Но Отвечай Потому что только он помнит К определению этой нормальной формы Но на самом деле Практически никто об этом не говорит Никогда Никогда Но Это не значит, что это не нужно И как-то все Интуитивно это понятно Я постараюсь это объяснить Про что у нас была база данных наша? Про фильм Отлично, ребята Мы что-то помним с прошлого раза Это был вопрос, чтобы вы включились хоть как-то Вот, допустим, у нас есть Табличка Назовем ее Фильм Или фильмс Как нужно называть? Да, как хотите Но мы назовем фильм, да? Так И у нас есть, допустим У него атрибуты Типа Name Ну, не знаю Там, допустим Год Да И, допустим Там режиссер Как режиссер по-английски? Директор? Директор Отлично Директор Вот, придумали мы такую табличку Описание фильмов наших Ну, там еще какие-то атрибуты Но этих будет достаточно Ну, даже еще придумаем Какую-нибудь ID сюда спихнем Вот И начали здесь писать Давайте любое название фильма Которое вы помните Кто его режиссер? Звездные войны Отлично Назовем его Звездные войны Напишем здесь LucasArts Ну, и здесь там Тын-тын-тын А как вы? Вы, в смысле, Лукас А как его зовут-то? Здравствуйте Вот Вы поправляете меня, черт побери Я же говорю Тут как бы нужно включаться Потому что не факт, что я все знаю То есть факт, что я точно всего не знаю Даже можно сказать, что я большую часть не знаю Так Еще давайте примерчик Все Кто режиссер? Тарантино Отлично Вот Прям сразу всплыли некоторые фильмы Из какой-нибудь Тарантино, да? Еще давай Мы чаще часто задаваемые вопросы о путешествии по времени Как тебя зовут? Любовь Я хотел остановиться, но продолжим Кто у него там? А? Финчер Ну, конечно, да А он ч пишется, так? Финчер Или как? Или финтчер Он вообще не пишется По-русски, да? Да Ну, вот допустим У нас есть такая схема И Готов поспорить, что для каких-то задач Она отлично работает В чем ее недостаток? Ну, во-первых Режиссеров может быть несколько И Допустим, у нас даже один режиссер Да Допустим, у нас Может быть несколько режиссеров Но у нас вот один Ну, ладно Черт с ним Давай через запятую напишем А если у нас Режиссер несколько Финчер А? Один режиссер несколько Ну, пожалуйста Какой там? Что еще Тарантино написал? Ну, карта Слишком много Тарантино Что еще написал? Давайте, любой там Как? Бешеные псы Бешеные псы Вот Ну Что происходит? Избыточность Избыточность Что это значит? Значит, очень много информации Миллиард не заработал Не, ну почему нет? Ну, нет Вот избыточность Вот здесь В этом смысле Что значит Очень много информации? Лишняя Какое? Что значит лишняя информация? Нафиг хранить Тарантино И Тарантино Ну, можно так сделать По крайней мере Это даже Ну, то есть Что значит Вот это Как бы Аргументация Нафиг хранить Она не работает Да? На Тарантино Сменять фамилию Нам придется все записи менять Да Это минус Это минус Да? То есть Вот, грубо говоря Вот если мы рассмотрим апдейт Ужасная доска Что с ней сделать? Есть какой-то кусочек Пишущий? Нет Так, ладно Есть вот это Ух Думаешь, ты меня как-то Остановишь этим? Ты получше Так Если мы сделаем апдейт Да? То нам придется В общем делать апдейт Большое количество строк Да? То есть апдейт Неэффективен быть сразу же Что там при делите произойдет? Допустим Если мы захотим сделать делит Да? Допустим Мы подумали Что В нашей базе Вот этот фильм Не должен быть По каким-то причинам Я ничего не говорю Возможно Это неплохой фильм был Но на самом деле После этого Мы сразу же Потеряем информацию Что любовь На самом деле У нас тоже режиссер Да? То есть вот Если у нас есть задачи Вывести всех режиссеров Просто возможно Какие у нас есть режиссеры То единственное Что мы можем Это просканить всю эту табличку И выписать всех режиссеров Да? Вот так Ну так Тут как бы Все уникальные режиссеры Select, Distinct, Director, From, Film И все Ну и на самом деле И delete, и update Он точно такой же Select точно такой же будет То есть вот Это одна и та же проблема То есть Эта схема нормально работает Но каждая последующая нормальная форма Она как бы На самом деле Добавляет Какую-то возможность Вот И все эти нормальные формы Образовываются следующим образом То есть Вот мы понимаем Что это Это Наши отношения Которые мы назвали Фильм Да? Вот в нормальных книжках Называют Это не табличка А отношения Чтобы выглядеть как-то Серьезно Так хранить неправильно А как правильно? Ну отдельные таблицы С режиссерами И там И таблицы хранить Эдишных режиссеров А там же будут их имена Вот Да Да То есть у нас появляется Фильм Директор То есть не фильм А отношения Директор Да? И мы говорим Что Ага Это все неправильно Да? Вот здесь у нас появляются Какие-то IDшники Один Два Три Два Это у нас превращается Там не знаю Директор ID Да? И здесь появляется У нас отдельная табличка В котором есть ID И name Да? И здесь у нас есть Один Два Три Четыре Вот Четвертую Даже любовь Запишем Хоть пока Она не сняла фильмов Но мы ждем От нее Это неправда Вот этот Который Это правда Да? Может и реальный фильм Но не я А не ты Ну просто Ну я просто думал Что здесь Может разный Писать Вот Вот Очень классный фильм Какой? Какой? Тайм трэвелс Тайм трэвелс? Некоторые часто задаваемые вопросы В честном времени Реально классные Я может даже смотрел Просто я как бы слишком Длинные названия не запоминаю Так Вот вы на самом деле Вся магия Да? Вот то что мы сейчас проделали Это называется Нормализация Да? С другой стороны Есть процесс Который называется Всегда есть процесс Который называется Как называется? Нормализация Деонормализация В чем он заключается? В первую Нормализацию В пользу Интерско-действия Точнее Правильно То есть Когда-то мы говорим Что В каких-то других ситуациях Можем подумать Что хранить Имя Там директора Отдельно От фильмов Когда у нас У самого директора Ничего кроме имени нет Но это накладно Потому что Каждый раз Мы должны там Соединяться И вот там Сюда ходить И у нас никогда Нет там Таких проблем Что нам нужно Всех директоров доставать Или мы можем Допустим Сделать Специальные Отдельные Денормализованные Таблички Которые будут Служить нам Только для Допустим Для отображения Наших данных И там Прибегнем Где нормализация То есть На самом деле Никакого жесткого Понятия Правильной схемы Не существует Существует Только Правильная схема Для конкретно Вашей задачи Да То есть У вас Есть какая-то Конкретная задача И вы должны Ее Решить С какой-то схемой С которой вам Наибольше всего Подходит То есть Ну не ваша А ваша задача По большому счету Так Ну и теперь Значит Еще немножко Теории Значит Какие бывают Типы отношений Вот если так Совсем Один ко многим Многие К многим Один ко многим Опять Никакой магии Да Давайте пример Отношения Один ко многим В нашей Терминологии Один продюсер Несколько Ну это возможно Многие ко многим Потому что Продюсеров может быть Несколько У фильмов Да Но кто-то говорил Что несколько Режиссеров Может быть Конкретно Режиссера Отношения На мой фильм Может быть Несколько Да Ну это Нет Но нет Это больше Катрибы Студии тоже Может быть Несколько Что Фильм Фильм И лицензии Что такое Лицензии Фильм Рецензии А Рецензии Не Ну да Хорошо Да То есть Комментарий Может относиться Скорее всего К одному Фильму Комментарий Фильм Не знаю Там Рейтинг Фильм Да Да Наверное Рейтинг Фильм Какой-нибудь Тоже Покатит То есть Грубо говоря У фильма Может быть Несколько Рейтингов Каких-то По разным Системам Да Многие Ко многим Ну да Давайте Там Продюсер Продюсер Фильм Звукорежиссер Звуковик Фильм Самое сложное Один к одному Допустим У нас может быть Просто информация Фильм Статическая И информация Фильм В нашей системе Мы там будем Пронести Просмотры Оценки Пользователей И прочее Наверное Нормально Будет Разделить Ну я думаю Что скорее всего Это придет Один Ко многим Я так Подразумеваю В каких случаях Вообще Стоит прибегать К отношению Вот такому Один к одному То есть Дополнительная информация Которую нам Редко нужно Использовать Но при этом Мы хотим Их Хранить Да Возможно Которую редко Которую редко Используется Или которая Обладает Каким-то Как сказать Другим набором Поведения Возможно Тоже То есть Она не так часто Меняется Как вся остальная Информация Или Может быть Необязательная Для большей части Полей Можно придумать Один к одному Но чаще Но в принципе Это вообще Такой спорный момент То есть Это такая Это то Что всегда Можно на самом деле И в одной табличке Хранить Просто по каким-то Причинам Нам известно Мы решили Что В нескольких Лучше Да Ну а теперь Один Самое простое Как развязывается Отношение Один к n Да То что мы Только что Только что Мы Фильмы И что там У нас было там У нас есть Табличка фильмов Да И табличка Директоров Мы здесь Храним ID В этом случае Директор ID Который Ссылается Вот сюда А это Такой справочник И у Этой Таблички Ее по-разному В разных местах Могут называть Могут называть Справочник Могут называть Как еще могут называть Такую табличку Да В которой хранится ID Допустим И name Могут называть Иногда классификатор Да Как-то так Вот Это Один Мы развязали Ко многим Нет Да Вот так Наоборот Где здесь Многие-то У одного Этого чувака Может быть Много фильмов Да А мы Пришли Что у одного Фильма Вот так Да Как развязывается Многие-ко-многим Да Все так Это Это Слева Нет Но мы решили Да Я согласен с тобой Ты подловил меня Это Из того Примеры Которые мы рассматривали Здесь на большой системе Мы решили Что тогда У нас директор Был только один Поэтому это Один к одному Можно здесь Давай Давай я тут Поменяю тебя И напишу Что Ну в общем Понятно Не буду еще расписать Так Теперь КМН Да Что там Звукорежиссер остался Да Потому что Ну давайте Продюсер напишу У нас есть Табличка Продюсер Есть табличка Фильм Да Здесь есть ID продюсера Здесь есть ID фильма Есть еще одна Табличка Которая называется Как? Как табличка называется? В среде Ну ладно Я подскажу вам Называется Фильм продюсер На самом деле У нее два названия Либо фильм продюсер Либо продюсер фильм Да То есть Можно выбирать Здесь на самом деле Как и вот В которой Есть два ID Один отсюда И один отсюда Ну и таким образом У одного фильма Может быть Несколько Продюсеров И у одного продюсера Может быть Несколько фильмов И вот на этих Базовых понятиях На самом деле Очень много Что строится Потом Мы можем Допустим Добавить Что Само отношение Фильм продюсера Да Оно И своими Атрибутами Какими-то Обладает Допустим Не знаю Сколько денег Он заплатил За это Сколько денег Ему было заплачено Да И мы вот сюда Вот его добавим Как отдельное Поле Потому что За другие фильмы Получил Допустим Больше денег Да То есть Оно как бы Само по себе Начинает жить Своей жизнью И в больших Базах данных Там уже На самом деле Непонятно Кто Является Там знаете Рутовой Сущностью Потому что Там оно Так все обрастает И она Во многих Зависимостях Участвует И когда у тебя Там плюс тысяча Таблиц Как бы Это уже Очень тяжело Но все Руководствуются Вот этими Принципами И Хорошо живут Что еще Нам нужно Чтобы сделать Нашу схему Что-то мы еще Забыли Ну то есть Нам на самом деле Много нужно Но обязательно Я вам должен Рассказать Ну просто Чтобы Как-то Рассказать Есть еще Типы Да Это вообще Довольно Просто Какие типы Есть В базах Данных Так Ну я пишу Инт А подразумевая Что у него Там есть Begint Да Там какой-нибудь Или long Он там называется Там или еще Какой-нибудь small Потом есть Какой-нибудь Varchar Обязательно Есть какой-нибудь N varchar Что там еще Какой-нибудь Decimal Обязательно Да Или там Double Не важно Какой-нибудь Data Да Какая-нибудь Small Data Ну какой-нибудь Такое Что-нибудь По-другому Называется Но не важно Что еще Ну в общем Наверное Плюс-минус Все Да Ну и тут Как бы По-разному Бывает Конечно Ну да То есть Есть Бит Обычно Какой-нибудь 0-1 Вот прям То есть Есть Наверное Какие-то Сабуде В которых Есть Настоящий Boolean Но обычно Почему-то Им жертвят Хотя Он кайфовый Ну и тут Тоже нет Никакой Науки В принципе Все понятно Да То есть Если у нас Имя директора То это Должен быть Там Какой-нибудь Варчар Какой-нибудь Длины Что Интересно Да Из этого Из всего Вот этого То есть Вообще Какие Мысли Нас должны Посещать Когда мы Выбираем Тип То или иной Колонки Ну ладно Хорошо Да Это правильно Но что еще Ну вот Допустим Имя директора Да Там Или год Диапазон Значений Диапазон Значений Правильно Ну то есть Вот смотрите Всегда есть Какой-то там Как сказать Компромисс Да Вот между чем И чем Мы должны Всегда Выбирать Ну то есть Нужно всегда Смотрите Понимать Я плохо Наверное Задаю вопрос Смотрите Что эти все Данные Они будут У вас Где-то Храниться На Там На жестком Диске В любом случае Если вы будете Хранить И у вас Табличка Будет Большой И длинной То Если вы Не знаю Заложите На год Бегинт По каким-то Причинам Ну то То есть Вы 8 байт Для бегинта Будете тратить На каждый год Хотя ему Там хватит Там Че там Две тысячи Хватит Какого-нибудь Смолэнта Если он Есть Что-нибудь Там Из двух Байтиков Туда Влезет Да И соответственно Вы будете 6 байтов Терять Всегда Если вы Ну и так Везде Если у вас Там И только Пол Да Вы можете Положить Его в бит Можете Всегда тратить И каждый раз Когда вы будете Ваши данные Оттуда Доставать Или обновлять Вы будете Во-первых Хранить Это все Но это не очень Как бы сейчас На самом деле Важно Ну как бы Жесткие диски Дешевеют Плюс-минус Но самое важное Что когда вы будете Искать там Эти данные Вам нужно будет Вот это вот место Как-то все Пробегать Да То есть Это вам будет Всегда мешать Вот именно Об этом и нужно думать То же самое И с Ворчаром То есть Ворчар Тип Который хранит На самом деле Ровно Столько Символов По одному Байтику На символ Сколько у вас Там хранится НЧар обычно Хранит по два Байтика На символ Чтобы всякие Юни-кодовские Значения положить Если мы точно Знаем Что там НВорчар нам Не нужен То по большому Счету Можем ограничиться Ворчаром И сэкономить Процедит в два Раза Больше места Ну там Есть разные Подводные Камни В принципе Не об этом Но в общем Мы должны Выбирать тип Который Нам Подходит Но будет Все-таки Минимальным Чтобы немножко Экономить на месте Все Больше Наверное Ничего Не должны Думать Кто Когда В последний Раз Рисовал Кто-нибудь Увлекается Рисованием В восьмом Классе Это не так Плохо Я знал Что вы Не сделаете Домашнее Задание Я не мог Дать его Не сделать Поэтому Мы его Будем Делать Сегодня Надо Работать Да Я вас буду Отвлекать Сейчас Ребят Реально Я бы Купил вам Ватманы Да Я даже Купил вам Карандаши Но я их Не затачивал Поэтому Придется Вам и здесь Поработать Так Снимай еще Есть Ограничения По возрасту Жанра Они могут быть Один Или много Один Что значит Один Ограничения По возрасту Например Это Тот же Фильм Но Есть Фильм У которых Две Раз Две Раз Как хотите Вы можете Придумать Что Смотрите Если у вас Есть Фильм Вы же Как бы Сами Проектируете У вас Есть Фильм У него Есть Несколько Ограничений Если вы Сами Понимаете Что Ограничений Может быть Несколько Значит Их нельзя Хранить В этой Таблице Правильно Их нужно Хранить В другой Таблице Развязать Отношения Один Ко Многим Вот и Все Как Называем Таблички По Английски В Одинственном Единственном Числе Катит Если Там Два Слова Отлично Нормально Камелкейс Чем Плох В базах Данных Чаще Всего Да Потому Что Поэтому Это Может Превратиться Вот Таким Поэтому Я Человек Который Пишет Все С Маленькой Бух Я Пишу Вот Так Фильм Продюсер Директор Вот Так Вот Вообще Это Вообще Не 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 Вот Когда Камелкейс Я Вот Так Пишу Поэтому Камелкейс Ну Чтобы Хоть Как-то Можно Было Разобрать Да Мои Каракули Так Давайте Камелкейс Единственные Таблички В единственном Числе Рисуем Так Чтобы Поняли Соседи Все Больше Других Требований Нет У вас Минут Двадцать На Это Все У вас Две Стороны Плюс У меня Восемь Ватманов А у вас Пять Команд Соответственно Есть Еще Три Как Минимум Которые Можно Испортить Поэтому Рисуйте Главное Рисуйте Как Хотите Как Хотите Но По Факту В Этой Системе Это Скорее Будет Не Так У Вас Тут Практически Все Будет И То И Другое Как Ну Че У вас Че Тво Как То Не Активно Ребят Смотрите У вас Как Мы Просто Думаем Как 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 Проблемы Решаете Сессии Да Вот Сессия С Устройствами Если У нас Заходит Человек С двух Устройств Смотрит Два Фильма Одновременно Как Считать Время Проведенное На Сайте По Количеству Вы Уже Прямо Сразу Думайте Про Время Проведенное Сайт Ну Да От Этого Зависит Как Составлять Отношения Ну С одной Сороны Да Но С другой Сторон Вы Тоже Можете Понять Что Это Будет Два Отдельных Для вас Пользователя Потому Что Одна Из Них Может Быть Его Дочь Которая Смотрит Мультики С Телефона А Второй Он Смотрит В другой Комнате Не Знаю Что Не Вам Просто Нужно Придумать Как Вы Будете Хранить Вообще Потенциально Нужна Какая Таблица С С С Да Если У вас Пользователь Есть У вас Пользователь Да А что Такой Пользователь Фильм Отношения Это Просмотры Назовите Просмотры Просмотры Хорошо Окей Вы Хотите Тогда Что Если У вас Есть Просмотры Какое Отношение Хотите Писать С Просмотрами Никакое Жанр Мы Посчитаем Просмотры Да Хорошо Как оно Можно создать табличку Со стафом Где актеры Директора Режиссеры Эти ребята Пришли 15 минут За к этой идее Сразу С этого Начали Просто О других вещах Гумали Вот Да Вот Здесь Все Было Здесь Все Нормально Да Можно 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 Со стафом Вам Нужна тогда Табличка Роль Правильно Где Сейчас А уже где Рейтинг Вам нужна Табличка Роль Табличка Став Да И табличка Сам Пользователь И табличка Связки Стреш У вас будет Тройная Связь Став Давайте Нам Нам Сейчас Нужно Обсудить Эти схемы Ваши И Я Боюсь Что я Не способен Без Чьей-то Помощи Разобраться Во всем Этом Поэтому Мне нужна Помощь Как минимум Капитанов Все остальные Тоже могут Подойти сюда А капитаны Обязательно Капитаны Подойдут Сюда Но Всем остальным Запрещено Разговаривать А капитаны Могут Разговаривать То есть Правило Такое Говорят Только Капитаны И я Иначе Мы не договоримся И ты должна Стать рядом Со своим Синепременно Да Пока места Поближе Есть Да Но правило Действует Разговаривают Только капитаны И я Так Люба Спасибо Что ты ко мне Спиной Ко мне Спиной Я полуоборота Полуоборота Ко мне Это уже Полупобеда Моя Так Смотрите Теперь Короче Нам нужно Понять Вот то Все что мы Придумали Как ложиться В каждую схему Да Поэтому У каждой Из вас Будет Не знаю 5 секунд Ответить на вопрос Как какой Атрибут Ложиться А у остальных Капитанов Соответственно Прокомментировать Таким то Образом Да Так С названием Все понятно С фильмом Давайте С жанрами Так Ну капитаны Собрались Где жанр У нас Жанр С фильмом Связан Отношением Многие Ко многим Многие Ко многим Да Многим 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 Отлично Там Сошлось А здесь Как жанр Где жанр Многим 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 Это все сделали Одинаково Так Говорят только Капитаны И я Иначе мы не договоримся Ни до чего Дата выпуска Норм Я думаю Да Да Релиз Дэйт В фильме Да Это все просто Тип У нас вообще нет А у нас тоже нет А у нас есть Многие Командем Хорошо Плюс балл Команде У кубиков Тоже У кубиков Ты будь увереннее В том смысле Что я должен тебя слышать Потому что Если я тебя не слышу То я тебя Считаю Что у вас нет У вас есть А мы в итоге Включили Типы жанр Ты зачищайся Что это значит Это значит Что мы можем Вытащить тип В таблице с фильмом Но он записан У нас в тегах То есть у нас будет Несколько тегов А чего туда сразу Тогда не положили И жанр Там есть жанр Там и жанр Да А я плохо слышу Поэтому мне можно повторять Режиссер Как вот вы с людьми Разобрались Все с людьми Разобрались по-разному Режиссеры Актеры Там вот эти вот все Кто как А куда запихали У нас просто есть персон У которого есть имя Фамилия Дата рождения И его профессии Подожди И вы завязали его через что Через персон Ко многим К фильме И роль то где его Этого человека То есть вы просто написали Его имя То есть у вас будет 25 директоров Ну строчкой Это будет актер Да Но это то же самое будет Как мы с этого начали Знаешь в чем у тебя проблема У тебя в одном фильме Один человек может быть Режиссером и актером И ты тогда не впишешь Его туда У нас сделано Получается Как связка Трех таблиц То есть таблица Став Где у нас описан Сам человек Информация о нем Биография Дата рождения И так далее Есть его Есть отдельная таблица Роли в фильме Которые он исполняет Которые могут исполнять Какой-либо человек И есть собственно Связь Тебе не кажется Что роль однозначно Определяется ее названием Да Но ты будешь Каждый раз дублировать Ее название Правильно? Но Айдишник Владить ради этого Да Доверяю эксперт У нас все аналогично У нас Все то же самое Вот у нас У нас есть Человек Он может быть Режиссером Актером И пользователем И дальше Режиссер А звуком режиссером Не может быть? И может быть А где? Может быть Вот здесь же в режиссерах Врешь мне кажется Нет конечно Господи Как могу Актер Актер связан с фильмом У него тут есть роль Зарплата Все дела А еще Человек может быть пользователем Вот пользователь Он может совершать действия В общем да Это единственная команда Которая поняла Что Тарантино Будет использовать Нашу систему И мы не хотим Как бы Их в разных местах Хранить Чем хорошо это решение Что в принципе У нас есть отдельные таблички Для директоров Для актеров Да Но тогда нужно быть Последовательным И вот для всех Вот этих вот То есть они решили Это через таблицу ролей А вы решили Это через отдельные таблицы Для каждой роли На самом деле Но они все Вот все люди Да Я согласен Что они все люди Ваш плюс заключается в том Что если у директора И у актера Разные атрибуты По каким-то причинам Да Тогда Те люди Которые решили Это через одну табличку ролей Здесь можно просто Допустим Добавить Да Затягачить полей Общих Которые у директора Не будут ничего значить А у актера будут Можно добавить роль Которую он играет И айтишник Чтобы Я имею ввиду Что если вы положите В роль поля Типа не знаю Какие-нибудь поля Которые относятся Только к актеру Ну допустим Актерский стаж Или райдер Ну не знаю Что-нибудь такое То для других ролей Они будут просто налом То есть Ну вот такая Вот как бы Трейд оф Такое Но у вас тоже есть минус Да То есть вам нужно будет Как-то решать проблему Не актерами И не с директорами Как-то ее надо будет решать То есть Если я хочу записать сюда Звукорежиссера Или не знаю Вообще Монашку Какую-нибудь Почему она пришла В Невумен Я не знаю Сейчас В фильме Но Надо будет как-то Отдельную табличку Заводить Чтобы быть последовательным Объединяются в став И идут обратно В персон Да Став уже может быть Каким-то То есть директор Он может Директор обязательно став Но став не обязательно директор Да Как-то Может быть Так Ладно Что там тебе у нас Описание Ну это какой-то Атрибут в фильме Да Про него там даже Половину забыли Ну что ж с ним Длительность Что такое длительность Это количество минут Ну длительность минут Фильма Как вы это сделали Просто Просто поле Потому что Разные версии фильма Могут иметь Вот здесь видите Здесь проявляется Какая-то индивидуальность Потому что у этих людей Явно Есть две главные сущности У вас все одинаково Уверенно Я бы так сказал У вас все одинаково Красиво Неуверенно И я не понял Как А здесь А здесь А здесь уверенно Просто Понимаете Вот нет Здесь как бы Явно видно Что люди считают Что главное Это фильм И рекорд А все остальное По бокам размазано И рекорда Больше нет ни у кого У нас Как понимаю Ну вот такой сущности Ну расскажи Что это такое В вашем понимании У нас есть фильм Как общее что-то Есть рекорд Это непосредственно Запись У которой есть Качество Продолжительность Ограничение по возрасту То есть у нас Пользователь Он смотрит Непосредственно рекорд А фильм Он просто ищет Так подождите У нас же вроде как На нашей У нас же нет просмотров У нас типа там Читаем Читаем отсюда Число просмотров Не надо Ну там стоимость Еще есть Вот У нас человек Пользователь Платит именно За запись В общем смысл Саша В том что На самом деле Статистика Которую мы хотим Может посчитать Мы можем считать Ее И в качестве Тоже Да То есть возможно У нас люди Если у нас допустим Есть разные качества Фильмов Могут смотреть И предпочитать Смотреть там Только в хорошем Качестве За бесплатно Наоборот В смысле Так наверное не бывает В общем Эта идея только здесь Есть Больше нигде Я не вижу Так подожди Илью подожди Я только тебя слышу Статическая сущность То есть мы сюда Один раз носим И ничего не меняем Да Потом у нас есть Фильм в системе Который уже связан С пользователем С его просмотрами А что такое Фильм в системе Это фильм Который просматривают Пользователи Здесь у нас Как бы Средняя длительность Ну точнее Сколько Среднем пользователей Смотрели этот фильм Вы сюда его Прям ввели Да Что вы будете делать Каждый раз Когда человек Посмотрел фильм Так Мы будем Допустим У вас средняя длительность Три минуты Вот у нас Когда пользователи Смотрят фильм Это идет на славу А после уже Относится к этому Фильму То есть вы будете Каждый раз Потом пересчитывать Полностью Когда он досмотрел И обновлять Сюда каждую растрочку Не круто Наверное А у нас есть экшен Это может быть Просмотр фильма Лайк фильма Переход по внешней ссылке К фильму Там дизлайк фильма Коммент к фильму Это вот все В экшен тайп Да там Вписание Дата Совершения Класс Класс Да это хорошо Экшен фильма Экшен фильма Экшен фильма Хорошо А как действовать Так Подождите Вы не сбиваете По списку давайте Либо я так Рейтинги Кто как хранит рейтинги У нас есть Таблица Пользователь определяет Рейтинг Посмотрим на фильм И дальше Это идет В фильм В системе И тоже В этом Считывается У вас это Не в рейтинге В большей степени А вот И типа рейт Да Мне просто Смотрите Рейтинг У нас были рейтинги Разные Рейтинг был С разных систем Типа скина поиска Там не знаю IMDB Там еще что-то А был рейтинг Есть еще рейтинг Когда человек пишет отзыв И он может поставить Это Не знаю Что-то такое Это вот мне кажется В большей степени Относится к человеческому рейтингу Когда он пишет Да Рейтинга которого Поиска и критиков Это в статической инстанции Ну не совсем статической Потому что рейтингов Может быть Ну системы рейтинга Которые ставят рейтинги Может быть несколько Наверное Я так думаю Если вы сохраните ее атрибутами То вам нужно либо Для каждой рейтинговой системы Своё поле заводить Либо все-таки Развязывать Это отношение Один ко многим Чем вы можете За то За то что вы рисовали Оно очень крупно Я понял Эта идея приходила Уже в этой команде Есть у вас рейтинги Ну они у вас Хранятся вот А ну с вами То про рейтинги Мы то точно Уже все знаем Да Рейтинги мы разобрали Да-да-да Так Люба Чему можешь ответить Есть значит рейтинг Который обновляет администратор Да он какой-то там местный Это наш рейтинг Который мы ставим Ему один раз Да Это вот какой-то системы Которая обновляет администратор Да И когда Фильм кто-то оценивает Да Соответственно кто-то Почему здесь нет связи К кому-то Не важно Можно мне карандаш Где эта команда Почему это Да Ой Да Нет Ну не важно Там персонайд есть Я понял Вот так Это юзера Персон вверху А это юзер Но у юзера есть персонайд Потому что персон может быть старт А старт не может старт Значит споря должна была названа юзерид Можно было его переназвать Так подождите 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 Вот меня Меня волнует Меня волнует этот рейтинг Который здесь написан Да Это Это что такое С какой-то системой С какой-то системой Ну допустим У меня два рейтинга С МДБ И с Кинопоиском Так нельзя сделать Да А вот так вот Так можно сделать Конечно Рейтинг 3 потом Да Это по крайней мере Это расширяемая система Да Отлично Мы не уважаем никого Кроме Кого Как мы там называли Кинопоиск Я не знаю Мы лару рейтинг Теги Естественно У нас есть У нас есть Одинный Это пицца с тегами Вот Да С тегами Так подожди С тегами Что такое вообще теги Давайте еще раз Что они Зачем нам нужны теги Чтобы Потом можно было Рассказывать Пользоваться Чтобы по тегам Искать У Поля У одного фильма Много тегов Да У одного Много фильма Много тегов Да Ну Норм Что-то такое Есть Да Там то же самое Здесь Это не Ненужная вам Сущность Здесь Вы не успели Я понял Есть такая штука Как лайк фильм Да Лайк фильм А мне кажется Это лайк или длайк Э лайк Это буква А Как А Знаете А почему Э лайк Потому что мы ее решили Так назвать Потому что можем Да Э лайк Соответственно Эта таблица Связывает два фильма А тип связи Может быть разный Потому что мы так захотели Может быть Следующий фильм Это понятно Почему два фильма Потому что Если мы хотим Привязать к ним Третий То мы привязываем Почему два А не один Вообще Не понимаю Потому что мы связываем Два фильма связи Следующий Предыдущий А лайк А потому что Похоже Я могу связать Type Connection Например Не-не-не Тогда это не про лайки Connection Word Мы про теги говорили А Про теги Так вот сюда пишется Connection Word Например Там Фильмы про Синие лампочки И вот это Вот так вот реализованы Теги Ну нет Не совсем то же Не совсем то что нужно Ну что бы делать Не совсем то что нужно Мы можем здесь прописать Type Connection Tag Да Не-не-не Просто это непонятно что На самом деле Просто я не понял Что это на самом деле Еще раз поясните Нет Тебя я понял Но я не понял Что это Какая жалость Да Так Окей Хорошо В общем получается Что либо у нас Есть стандартное решение Либо кто-то сделал Ничего не сделал Возрастные ограничения Нет Две команды Ничего не сделали И вторые Придумали что-то еще Но я не настолько умен Чтобы понять Что это Возрастные ограничения Константов Ага Кому и что возразить На это Потому что Есть две версии Разных Одного фильма Может быть Несколько Возрастных ограничений И это зависит от записи Да Это может зависеть Ее продолжительность Потому что Это танковые врезают Тогда викинга Кто-то ходил Да Раньше это было бы неактуально А после викинга Сразу все бы как-то Это оценили Ну ладно Хорошо Да То есть на самом деле Ограничения Получается что Вот такое решение Оно наиболее гибкое В этом понимании Но возможно В 90% случаев Мы спокойно будем жить С одним ограничением И Просто викинг Не смотрим И если Допустим у нас будет Просто кто-то должен защищаться И я бы защищался так Если мы понимаем Что Если мы понимаем Что у нас есть Фильмы С разными Возрастными ограничениями Это просто будем читать Два разных фильма Для нас Кстати Это отвершин Да Просто два разных фильма И все И это будет работать Но поскольку у нас есть запись То В вашем случае Да В вашем случае Да У вас есть У вас все по-другому Связанные фильмы Что такое Связанный фильм Сиклы Приквела Ааа Крутота Ну как мы это сделали У нас есть таблица Стравочник Где указывается Сиклы Приквела Как это сделать Таблица Мы не поняли Как ее связать Так подождите Дайте я послушаю Хотя бы Как тебя зовут Алена Алена Ваше решение Я тоже понял У вас есть одно поле Просто Да Ну если табличка Связана Ну я понял У нас Мы вынесли на тему Таблицу Сиквел Потому что У нас может быть Например Несколько сиквелов И мы в отдельное поле Таблицу Да А вот ребятки Сделали Тип Табличку Да Relation В котором Они как бы Могут Сиквел Приквел Это там Как-то еще Ведь они Разрезали Не просто Сиквел А дали еще Сюда Какой-то Type 1 Написали По коду Можно определить По коду Какому коду По году Так я вот Это тоже Не понял Приквел Может быть Позже А Погоду Это уже не Приквел Это уже Сиквел Не Он по смыслу Будет приквел По смыслу Это другое Это именно Это по смыслу Приквел Вышедшие Звездные войны Они Приквел Да Нет Это вообще Ни к чему Не относится Это просто Не звездные войны Хорошо Так ладно Так так Еще Да так Да вот Спин-офф Там есть еще Мини-серии Там да еще Как первая То что вышла Раньше Ну вернее То что По логике Идет Раньше А вторым Писать Как То что Да Если считать Что Если считать Что сиквел И приквел Это единственный Тип То да Наверное Можно так Можно так Можно так сделать У нас вот У нас есть все Награды и на И на Собственно Само название какой-либо премии. И табличка Film Awards. Она ссылает, собственно, награду на фильм, на год, в который она была выдана, категория, в которой она была выдана и кому. Ну да, это похожая какая-то тема. У нас есть таблица с наградами, которая связывает человека и фильм. Причем у нас связь 0 к 1. А что по-другому-то я не понял? То есть у нас не может быть, ну точнее, эта таблица, она и к людям относится, и к фильмам. То есть у нас может быть какая-то общая... И у них точно так же, если я не понял. У вас же тоже есть к человеку? Да. А у вас есть человек? Вот у нас тоже Став, Става. А может быть у вас к себе человеку, но не к фильму? То есть просто за вклад в кинематограф, например? Это правильный ответ, да? Пока они не разовысят. Да, конечно, все невозможно. Так. Зато рекорды есть. Да, вот у Става, может быть, да, Став, там, Person ID, все дела. И вот есть реворд, и может быть, награда может быть у директора или актера, или любого другого Става в фильме. А у фильма? И у фильма, вот точно так. А, у фильма через реворд. Да. Мы так все это сделаем. Да. Хорошо. Так. Смотрите, запрещенные страны. Давайте из интересного что-нибудь. Запрещенные страны. Ну, тут понятно, это все однотипно делается, да? Есть запрещенные? Тихо, запрещенные страны. Таблица со странами, фильмы и вот страны, в которых запрещено. А, хорошо, хорошо. В честном виде, да. Так, понятно, да? Нет. Хорошо. И здесь? У нас есть страны, и поэтому мы можем считать, что запрещенные. Мы можем добавить быстренько сущность, которая запрещена. А как она вы связана? С чем она вы связана? Просто фильм Кантриз, просто еще одна связь многих ко многим, то есть просто Бэмд Кантриз, например. А вы свободная компания, которая всем фильмы показывает? Ну, дескать, если запрещено, то пусть законодательство. Так не, 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 ну, смотрите, я это все не придумывал. Это мы все сами, это мы сами придумали в прошлый раз, поэтому, ну, придумали, теперь нужно. А то есть сначала 2 миллиарда продаешь, а потом тебе 8 миллиардов раз ноги поедут. Как бы сиди потом лет 5, и все нормально. Так, тихо, 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 тихо. Так, сценарист, продюсер, художники, операторы, это неправильный подход, операторы, музыкальные треки, вот есть какая-то такая штука. А, у нас есть. Многих, там, ноги. Где? Вот, да, вот это, да? Музыкальные треки. У нас песня, фильм, потом песня, потом тип песни. Типа, ну, у вас есть песни. У вас есть и песни. Хорошо. У нас есть сонтреки на фильм, в которых есть сонтреки и книги. Также можно по сонтреку. А, вот, вы сделали так, да, смальчик? То есть у вас есть просто ссылка связь, и есть через имя к чему связь, да? Ну да, возможно. У вас как? Саундтрек, саундтрек в фильме. А книжки? И сутерсер. У вас отдельно, а у вас книжки? Нет книжек. Окей, нет книжек. Что еще есть интересного? Так, то, чем хочет похвастаться теперь. А, да, ребят, теперь про, про вот это все, это все было про фильм, а теперь про человек, про людей, да, осталось? Человек, который в стране. Наших пользователей музыка не интересует, у нас крутые пользователи. Отлично. Так, давай теперь про людей. У вас есть сущность, ну, в смысле пользователь? У вас есть, я понял. Есть. У вас есть. Он даже хуже, чем рекорд. Потому что я так смотрю на него, он как будто бы под рекордом. Ну, это он тогда. У вас тоже пользователь есть, да? У всех, короче, есть пользователь какой-то. Окей. И теперь понеслась, как мы отслеживаем действия пользователя? Кто, как решает эту проблему? Через view. Через, что такое через view? Через рассмотр. То есть, что вы делаете? У вас есть история, типа, как бы действия пользователя? Или что это такое? Ну, да. Duration? Допустим, вход человека в систему есть? Абсолютно. Логина нет, да? Какого-то? Окей. Просто тут только просмотры, получается. То есть... История поиска еще. А, история поиска. Окей, хорошо. У нас вот вход... У вас больше всех думали про эту часть. Давайте. Ну, вот здесь регистрируется вход-выход, девайс, регион. Вот регион отдельно выносится, устройство тоже отдельно выносится, вот отдельно поиски. И search. Ну, плюс-минус, как здесь. Ну, девайс вновь в другую. Да, ну, девайс, девайс в другую. Ну, потенциально, да. Может быть, вынесем в один. Так, ну, удивите меня, Любовь. Action. Восхитительный action, да. В котором person и дата до миллисекунды, в которой произошло action, там вход, выход, лайк, дизлайк, комет. Подождите, где? Где? Класс. Класс. А где тип action? А вот есть тип action, да? И там типы. Да, да, да. Ага, отлично. Action type. И вот action type, какие тут бывают все дела. Кто, блин, description в ключ запихнул. А нас принципиально не говорят, да? Нет, почему? Вас слушают. То есть второй раз уже, да? А когда я вас пропустил? Ну, не важно, ладно. Когда я тебя пропустил? Да. Вот. Есть пользователь. Он связан с фильмом, то есть история просмотров данного фильма. Время начала просмотра, время окончания, чтобы... Это просмотры только. Да. Вот. Есть входы пользователя. Логины. Да, логины. То есть время входа и устройство, с которого был произведен вход. И есть поиск. Есть история поисков. Ну вот, да. И есть отзывы данного пользователя. То есть точно такое же, как бы два решения, да? Как вот там с пользователями. Ребята сделали здесь через общую таблицу экшенов и всегда будут страдать, когда им нужно будет добавить одно поле к какому-то типу экшенов. К логинам, допустим, не знаю. Да, это правда. А другие... Да, конечно, все можете, я верю в вас. А здесь ребята сделали по-другому. Сделали для каждого экшена табличку. С точки зрения производительности тоже есть на самом деле разница. Если каких-то экшенов намного больше, чем других, то общее решение тоже всегда будет страдать. Потому что запросы, которые вы будете к нему писать, они всегда будут, ну... А вы знаете, в чем плюс нашего решения? Я знаю. Я знаю. Я знаю, чем плюс такого решения и такого решения. Но вы всегда... Главное, чтобы вы, в принципе, понимали, как вы можете всегда это решить. Вы всегда можете решить это обобщенно в таком виде, либо конкретно вот в каком-то таком виде. И у того и того решения всегда есть и плюсы, и минусы. И с точки зрения скорости, такое решение, скорее всего, будет самым быстрым. Всегда. Потому что вы быстрее всего найдете поиски, там, не важно, там, не важно, что там, поставите нормальные индексы, добавите поля, скорее всего, вам будет проще это делать. Такое решение, оно будет наиболее, скорее всего, гибким. Если вы изначально не знаете, какие типы экшенов, можете пожертвовать скоростью, то можете сделать так, как бы, и жить на этом очень долго, на самом деле. Пока это действительно не будет для вас проблемой. Вот. То есть вы всегда должны, как бы, разные способы оценивать того или иного решения, а не делать какое-то одно из них. Что еще интересно у вас есть? Вот у меня еще идентификатор пользователей, история поиска, это мы просмотрели. Устройство, логин, там, трэн-трэн, время на сайте. Как будем считать время на сайте? У юзера поле нужно. Атрибутом у юзера считать. Нет, так нельзя делать. Это прям неправильно. Можно, в принципе, в логин. То есть просто, если ты добавишь куда-нибудь поле время на сайте, то тебе нужно постоянно будет его апдейтить. Да, как-то вот. В коке. Ужасно. Считать разницу между старт и энд. Да, то есть это поле, на самом деле, должно быть вычислимым. Вычислимым 100%. То есть изначально в схеме оно не должно храниться. Если мы хотим его постоянно где-то показывать, или постоянно быстро его считать, то нам нужно его где-то приагрегировать отдельно в каком-то месте. Как бы в какой-нибудь табличке запускать в какой-нибудь процессе, который будет считать постоянно вот это поле и к нему ссылаться. А у нас мы это сделали. Да, мы это сделали. Как можно его посчитать? Ну, смотрите, если у вас есть выход и вход, дата выхода и входа. А как? Что именно? Дата выхода определяется. Это уже к реализации. Мы как бы можем верить, что она определяется, когда человек, например, закрывает это приложение. Да, да, да. Не, ну если мы будем рассматривать такие вопросы, то мы как бы не сдвинемся с места. Так, да? Ну, зато есть рекорды. Рекорд топ. Рекорд, да. Ну, топ реально. Да, да. То есть была и гениальная мысль, но потом она столько слепила вас. Все, мне кажется, да, мы рассмотрели. Что, значит, можно сказать вообще из всех этих схем? Вообще, по опыту, схему создавать – это такой творческий процесс, на самом деле. И если мы прямо вот с нуля создаем такой. Но никто никогда не делает такие схемы, как мы сейчас делали. Прям вот сейчас. Сука тут. Вот ребята потратили время, написали здесь там тридцатку таблиц, и я вам говорю, что половины таблиц у них нет еще. Да. В действительности так. Потому что, на самом деле, предметная область, которую мы выбрали, она очень большая. Очень мы всего себе нагенерили, очень много задач поставили. Поэтому никто бы сейчас не сел и не сгенерил тут правильную какую-то схему или вообще какую-то конечную схему, которую мы бы сделали. И поступает все очень просто, скорее всего. Пишут, ну, как бы развивают, просто эволюционируют схемы, и тогда все с этим можно как-то жить, да? То есть как-то начинается какое-то… Вот мне нужна функция, не знаю, только логины пользователей, да? И только фильмы. И вот с этого начинают. Потом развивают. Тогда это живет. Сразу большую схему написать, скорее всего, будет очень тяжело, потому что вам плюс к этой схеме нужно будет где-то еще написать то, что ее обслуживает. И это все сразу очень много будет. Так. Что сейчас самое главное для нас? Все следующие занятия мы посвятим селектам. Как работают селекты, как они работают там внутри СОБД и так далее. Ну, то есть не все следующие, конечно, но, по крайней мере, думаю, парочку. И наша задача, на самом деле, выбрать схему, которая была бы одна для нас всех. А как вам идея? Вы собираете пять листочков… Это не работает идея просто. Это значит, мне нужно что делать. Да. Понимаешь? И эта идея проваливается прямо сейчас. Просто сегодня одноклассники переживут один вечер без просмотра. Нет. Нет, нет, нет. Она просто проваливается, я тебе говорю. Поэтому нам нужно как-то выжить в этой ситуации. Короче, отрезаем по сколько там? Одно-пятый от каждого. Нет, не получится так. Дорисовываем все сюда, потому что рекорд, а рекорд это классно. Нет. Ты хочешь свалить это на кого-то? Мне кажется. Так или иначе придется это сделать. Ничего не хочу сказать, но… Да, как мы это сделаем? Давайте решим, как мы это сделаем. Чернее. У нас есть капитаны. Вы кого к спрятца? Красиво. Вы можете крутануть карандаш. Посвящен. Крутануть карандаш. Мы сейчас только что почитали, что у кого есть, и примерно по этим соображениям. И что? Они все разные. Они все разные. Нет, они все разные. У нас есть какие-то решения, которые всем нравятся, такие общие, и по ним уже построить какую-то более-менее общую. Короче, надо выкинуть половину из того, что мы сделали, вот-вот половину из этого списка и сделать что-то небольшое, но правильное. Блюда. Это правильная идея, на самом деле. Нам нужно выкинуть половину из того, что мы сделали. И просто сделать на том, на чем мы будем упражняться и в котором мы понимаем, какие поля у нас есть, да? Сложностью с рекордом в том, что если мы будем добавлять, что наш сайтик еще и просмотры дает, то есть мое шоу, селим деби тоже, они же не дают просто просмотры, они типа только голосовашек. Мысль свою скажи, я пока слышу тебя, мысль не могу понять. Да, я понимаю. На самом деле просмотры мы, конечно, не возьмем. То есть эта идея нормальная, крутая, но нам просто нам для этой задачки пока не... мы можем ей пренебречь, скорее всего. Хотя мне она нравится, на самом деле. И саундтреки, книги, может быть. Фильмы обязательно нам нужно наставить, конечно. То есть фильмов мы никуда не денемся, да? Нам нужны обязательно, смотрите, фильмы, какие-то его основные свойства, обязательно какого-то рода действия, потому что без действия мы просто не выжим никогда. И будет интереснее, если действие будет не в гибридной форме, в такой вообще, а в отдельной. Тогда можно будет как-нибудь пожить, не знаю, с интересными запросами. Таблица логин, то есть таблица с логинами, таблица с поиском или как? Ну вот здесь таблица поиска есть, таблица логинов нет, таблица view есть, но можно без логинов обойтись, да? Будем... Здесь прекрасное решение, ты молодец, да. Здесь нормально. Мы можем взять какую-то одну из этих картинок, но в любом случае нам нужно будет search логин, да. Вот здесь тоже есть user search какой-то, view, и у вас есть. У нас вообще простая оптимальная схема. Там главное кирпичики есть. Там главное понятно, что в таблице. Все можно дополнить. Да, 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 это я согласен с тобой. Так, ну вот эта схема, мне кажется, более все проработана. Ну в том смысле, что она... Это слишком... Это тоже хорошее. На самом деле. Ну плюс-минус какая-то такая. Может быть рабочая. Так, ну три остаются. Вот у меня три. Вот эти три остаются, как бы, как более-менее живучие, мне кажется, для нашей задачи. Если мы договорились, какие будут сущности, там поля по ним уже потом поменять будет. Или капитана, на кого-то ножа бумажа. Нет, давай. А мы сможем сделать три схемы просто вот? Доработать? Ну, просто сделать три схемы. Это получается, что выбрать, надо будет просмотровать всю информацию по ним. Ну это судьба. Это судьба. Конечно. Конечно. Это мне расширять видео. Так, мы сможем сделать? Я спрашиваю вас, мы сможем сделать три схемы? Но каждая команда сделает по схеме. Нет. Нет? Мы сведем три из пяти, не сможем сделать? Нет. Ну подождите, ну даже если мы свалим на одного человека, на кого-то, да, это все? Три схемы? Все, три схемы. До свидания. Не-не, я не говорю, что ты сделал три схемы. Нет, нет, нет. Просто если вы мне пришли, три схемы, я какую-нибудь одну из них выберу, просто вот экспертным мнением. Вот три схемы. Я не могу выбрать, потому что... Да, то есть нам нужно ее где-нибудь отрисовать так, чтобы мы могли ее распечатать более-менее плюс-минус, понимаете? И потом, как бы, когда мы писали запросы, мы уже могли ссылаться на нее. Вот и все. Большая часть вот этой есть отрисована. Смотрите, за автомат. Большая часть вот этой есть отрисована, да? За автомат из трех отрисую одну среднюю, одну более-менее среднюю, даже распечатанную году. За автомат. Что такое автомат вообще здесь? Ну автомат по курсу. Так, давайте еще... Ребят, так, еще раз. Я могу поставить вам каждому здесь максимальный балл, который вам здесь нужен. И вы можете вообще больше не приходить. Нет, так не весело. Я могу поставить любой автомат, какой-то уходит. У вас есть автомат. Понимаете? То есть, смотрите, у меня здесь восемь частей. То есть, вот и сколько там, я не знаю, сколько там... 60 баллов я могу максимум поставить? Могу всем 60 баллов поставить. Честно, и мне никто ничего не скажет. Меня это вообще не интересует. Абсолютно. То есть, уже автомат нарисуешь схему? Давай. Штил. Уже поздняк. Понимаешь? Поэтому тут как бы смотрите, что нам главное вообще? И что для меня главное? Главное заставить, чтобы вы что-то делали? Да раз. Да, и чтобы мы что-то вместе делали. И чтобы мы в конечном итоге... То есть, у меня цель, чтобы в конечном итоге, после моих 8 частей, каждый вообще, в принципе, понимал, как написать запрос и как он реально работает потом, как он может отработать в базе данных. То есть, если мы это понимаем, выходим, все. Для меня этого достаточно. Потому что этого не понимают, там, не знаю, 80% людей, которые потом работают программистами. Как в конечном итоге отрабатывать тот или иной запрос? Какие есть способы написания запроса? Что один и тот же запрос можно написать 15 разных способов, да? Что это влияет и на план на производительность. Что схему можно написать, там, не знаю, 10 разными способами. Это тоже влияет и на план на производительность, на план выполнения запроса, я имею в виду. Но это мы дальше об этом поговорим. Поэтому с тебя, пожалуйста, схема за твой автомат. Себя полу готовая схема. И с вашей командой тоже нужно Серегу напрячь, как бы, чтобы он сделал схему. Серегу нельзя напрягать. Серегу можно напрягать, если вы говорили. У Сереги есть отвод. Кто есть? Отвод. От чего? От напряжения. У меня тоже есть такой же отвод. Нет. Так. Я точно знаю. Значит, задача сейчас. Девочки свободны. Большое вам спасибо. Мальчики должны поставить столы, так как они стояли раньше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.